Всем привет, всем привет! Вы снова на нашем канале Лученко Фэмили Фуд. Сегодня с вами я, Яна, и Роллы! Всем приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал, я снимаю контент каждый день, стараюсь не пропускать. Опять у меня роллы, скажите вы, но если я часто снимаю роллы, вы пишите, надоело, где домашняя еда. Я начинаю снимать домашнюю еду, пишите, что разве это мукбанг, где ролл, где фастфуд. И в общем, знаете, я снимаю вот по настроению, то есть если хочется роллы, я снимаю роллы, если хочется домашней еды, я снимаю домашнюю еду, потому что никому не угодишь. Доставка у меня уже проверенная, как бы будем смаковать. Они аккуратные, маленькие у них, удобные. Это ролл краптом, и сверху шапочка. Сегодня отвечу на ваши вопросы. Был вопрос Называю ли я, ну, вообще, как я называю свою свекровь и свёкра по имени или мама и папа, но Мама и папа я их не называю. Не знаю, хорошо это или плохо, но как-то вот у меня, ну, вкусные вообще, вот эти роллы. Я не знаю, язык у меня вот, даже мы с Артём долго встречались, как-то мы не сразу поженились. Может быть, поэтому как-то вот я их называла, это, знаете, как есть тикток, типа, подойдите, пожалуйста. Идите сюда. Когда тебе надо позвать родителей мужа. А Артём тоже не называют моих родителей мамы и папы. И вот, наверное, до рождения ребёнка кажется, у нас, ну, наверное, эта тема избегалась. То есть не было каких-то таких случаев. Ну и родители тоже нас не требовали, типа, что-то меня маму не называют или папой. Кот. Он, типа, знаете, как бы нет и нет. Я съела этот ролл и не заметила. Или я не ела этот ролл? Что-то я не помню. Вот. Тоже, видите, он с соусом чёрным. Ну, в общем, у нас каких-то проблем на этом фоне не было. Потом, когда родилась Абигея, наверное, вот вопрос сам решился. То есть сейчас мы их называем уже как бабушка и дедушка. Даже, ну, я своих родителей уже не называю мамой и папой. То есть в основном у нас всё в ключе, да? Ну, даже Артём. То есть я Артёма называю папой. Потому что мы чаще всего друг друга называем, ну, мамой и папой для Абигея. Вот. И как-то вот у нас, ну, не знаю, бабушки и дедушки у нас тоже ушли, что мы уже даже своих родителей даже как-то мамой и папой, наверное, не называем. Ну, будущий вопрос связан Сколько у нас братьев и сестёр? У меня одна родная сестра младшая. А у Артёма двое. Младших тоже. У него близнецы, братья. Я помню, мы с ним, когда только начали общаться, он сказал, что у него братья-близнецы. Почему-то в моей голове было, что они какие-то маленькие карапузы. Ну, и он там с ними, наверное, нянчится. А, он, я помню, он написал, типа, покормил братьев. Или что-то такое. Надо братьев накормить. Или что-то такое. И в моей голове, а, Югру, у тебя есть братья? Он говорит, да, близнецы. И у меня в голове было, знаете, что? У него сидят такие малыши вот в этих ксульчиках для кормления. И он, видать, их покормил. Ну, типа, помог маме. Вот. Ну, мы еще как бы так у нас. Может, одно свидание было. Или только переписка. А им на тот момент уже было... Не знаю. Ну, по лет шестнадцать точно. А там как-то так получилось. Я потом у него спрашиваю, говорю, почему ты их кормил? Они же уже взрослые. А он просто выразился... То ли он просто подогрел для всех. Ну, в общем, как-то так. Ну, то есть он их не кормил. Но выразился просто так, что я подумала, что у него братья, но они совсем маленькие. Потому что у меня была сестра. Учего ей на тот момент... Мне, допустим, был двадцать один. А ей было... Семь. Семь был семь. Ну, и в принципе... Ну, возможно, да было, что у него тоже были маленькие братья. Я, кстати, заметили? Убрала фольгу. Мне нравится, как роллы смотрятся на фольге. Но фольга — это шум. Роллы к ней прилипают. Я потом постоянно вырезаю вот эти кусочки, где вот сильно шумишь фольгой. Получается сильно много нарезанных кадров. Я решила вернуть эту доску. Это икеевская доска. Мы её купили только для еды. То есть мы на ней ничего не режем, не разделываем. Только для сервировки. То есть мы на ней мясо, допустим, стейки, шашлыки, роллы там. Чисто она была куплена для мукбангов. То есть когда мы засадимся, кучаем, мы её используем для мукбанга. Потому что, помните, мы мучились, когда ели втроём. И какой-то такой тарелки у нас не было. Каждый тянется, и поэтому мы решили купить одну вот такую доску, ну, чтобы на мукбанках это было удобнее. И потом, в итоге, сейчас я снимаю одна. И как-то доска это потеряла некую актуальность. И сейчас я, как я думаю, блин, она стоит. И думаю, надо её подролы, потому что эта фольга мне уже малёху раздражает. Спрашивала я про образование. У меня есть образование. И высшая школа. Ну, естественно, я закончила. Я у него учтет я закончила. Ну, сейчас я не работаю. Я не работала, потому что сначала я была в декрете. До дек... Ну, до рождения ребёнка я, конечно, работала. Ну, вот. Ну, понятное дело, я пошла в отпуск. Ой, в декрет. Родилась Абигея. Мы потом уехали в Россию. Ну, естественно, весь декрет я не работала. Потом... Ну, то есть у меня нету возможности. Мы живём постоянно, вы знаете, в разъездах. И Абигея была слишком маленькая, чтобы я вышла на работу. И когда мы жили в России, мы не могли пойти в государственный садик. Я имею в виду бесплатно. Могли пойти только платно. Но... платный садик как бы есть дешёвый. Но туда отдавать ребёнка страшно. А дорогие у нас, ну, как бы по деньгам не получалось. Потому что дорогой, хороший частный садик на весь день моя бы зарплата бы не покрывала. Ну, плюс понятно, что ребёнок болеет. Мне некого... не на кого было бы её оставить. Особенно там первое время она болеет. Когда ходит в садик, вы знаете, у меня нету под боком ни бабушки, ни дедушки, кто бы подсобил. Или её забрал, или отвёл в садик, или посидел, пока она болеет. Артём тоже постоянно в разъездах. Поэтому, ну, работать где-то в офисе каждый день, чтобы я прям уходила, ну, конечно, для нас это не вариант. Потому что обычно, если мама и папа работают, то ребёнок либо на целый день в саду пристроен, либо бабушки, дедушки, ну, то есть кто-то помогает. Сейчас школа началась. Школа тоже не полный день. Тоже её куда-то девать надо. Ну, и забирать её надо и отвозить. То есть обычно тоже это... Ну, либо нужно, чтобы школа была рядом, ребёнок был 100% самостоятельный и приходил, уходил сам. Ребёнок, бабушки, дедушки, да, тоже в этом помогают. Бедаки, мы живём далеко от родителей. Ну, поэтому сейчас тоже выйти в офис там на полный день я не могу. Чисто физически. Ой, я, наверное, наела. Честно, прям... Они вроде-таки маленькие, но они прям сытные. Спасибо, что были сегодня со мной. Жду вас на следующем у банки. До новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok